Мини-футбольный турнир городских школ Кубок Меркурия стал для юных спортсменов уже своего рода брендом. За обладание главным трофеем мальчишки бились яростно и страстно. За два месяца игр, а матчи проходят в каникулярный период, прошло 54 сражения, забито порядка 350 голов. Кстати, впервые финальные игры транслировали на сайте YouTube-канале интернет-провайдера Wikilink. А это, несомненно, добавило турниру и эмоций, и зрителей. Мы его, во-первых, форматировали, этот турнир, мы его поменяли немножко в систему проведения, сделали аналогичной Лиге Чемпионов. То есть мы в этом году взяли 16 команд, именно этот возраст, до 13 лет, где, как вы видели, ребята все эмоционально очень играют и интересно, поэтому пошли на это и, наверное, не прогадали. Наверное, в следующем году он расширится, потому что уже есть желающие других школ. В первом турнире шесть школ принимало участие, во втором их было 12, сейчас 16. 64 матча прошло. В этих матчах было забито более 350 голов. То есть результаты говорят за себя, и, конечно же, то, что наши дети занимаются спортом, это, в первую очередь, здоровье. И мини-футбол – это же коллективная игра. Здесь недостаточно индивидуального мастерства, а умение работать в команде – это говорит о многом. Финальные матчи Кубка Меркурия проходят во время новогодних каникул. Накануне стал известен бронзовый призер. Им стала средняя школа номер 30 имени Дмитрия Гришани, обыгравшая в напряженном матче сверстников из пятой школы. Победитель самого первого турнира в этом году довольствовался третьим местом. А вот в финале решающая борьба развернулась между юными спортсменами из первой и двадцать четвертой школ. Хозяева два года подряд оставались вторыми, и главная задача тренера – мотивировать ребят на победу. К каждому игроку индивидуально мы происходили, психологически, знаете, подбирали игрока к игроку, каждому, чтобы была командная игра, знаете, чтобы было взаимодействие. Неоднократно собирались, встречались, ребята занимаются сами в специальных циорах. Ну и где-то предварически мы собирали в школе, организовали четверки, знаете, мотивировали, планировали, что мы у себя дома играем, знаете, должны перед, как говорится, руководством, перед своими коллегами, перед детьми, перед ребятами, чтобы не упасть лицом. Эта мотивация всплотила, и финал удался на славу. Финал действительно получился ярким, хозяева начали лучше и повели со счетом 3-0. Однако гости сумели отыграться и перевести игру в дополнительное время. Там единичка отличилась еще дважды и со счетом 5-3 одержала волевую победу. Была очень сильная борьба, было интересно играть, потому что соперники были сильнее. Иногда не получалось обыгрывать у нас, иногда не везло нам, но все равно мы выиграем. Очень сильные соперники, игра зашкаливает просто, темпы и скорость. В церемонии закрытия турнира и награждения лучших игроков и команд приняли участие начальник Брестской таможни Александр Пихун, начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Носков, представители администрации Московского района Бреста и тренерского штаба и спортсмены команды «Меркурий». Спортивный клуб учредил ценные призы для участников соревнований. Победители и призеры по итогам турнира награждены кубками, дипломами и медалями, а команда-победитель средняя школа номер один получила еще и комплект игровой формы. В планах у организаторов расширить рамки турнира и привлечь к игре детские команды из других городов. Мы уже планируем весной организовать нечто подобное, но уже на уровне областных команд. То есть пригласить на уровне города, пригласить команды из других наших областных центров и провести какой-то такой вот турнир уже республиканского уровня. И вообще, конечно же, в планах мы уже думаем о том, чтобы поработать с нашими ближайшими соседями. Они тоже изъявили желание участвовать в этом турнире, поэтому тоже будем что-то планировать. Елена Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.